Что ж, дамы и господа, сегодня хотел бы коротко рассказать о своем опыте использования такого стабилизатора, как Zhiyun Smooth 4. Это был мой второй стабилизатор после DJI Osmo Mobile. Я купил именно этот стаб для того, чтобы снимать на мобильный телефон. Сразу скажу, что это действительно очень хороший инструмент для работы. У него шикарная стабилизация, у него шикарная автономность, у него изумительно продуманные органы управления. Хотя, конечно, есть и небольшие минусы. Начнем с того, что в комплекте идет шикарный штатив с хорошей прорезиненной площадкой, который я использовал для... Вот такая тренога компактная, которую можно использовать не только для этого стабилизатора, но я также использовал этот штатив для чего угодно. И камеру на него цеплял, и рекордер, и очень долгое время я использовал этот штатив даже не по назначению, а просто использовал для других устройств. Ну просто потому, что он очень удобный, очень крутой, компактный, легкий, прочный. И у него прорезиненные ножки, он изумительно стабильный. Конечно, в комплекте есть еще кейс, которым я практически не пользовался, потому что он достаточно громоздкий. И я переносил данный стабилизатор всегда просто в рюкзаке. Также мне понравилось, что в комплекте идет хороший длинный USB Type-C кабель. Сам стабилизатор сделан, конечно же, из пластика. Это придает ему легкости, но пластик очень качественный, за время использования он не поцарапался. Я бы сказал, что этот стабилизатор сделан с душой и на, скажем так, на долгосрочную перспективу, потому что это не дешевка. Хотя он стоит всего лишь 100 долларов, и до сих пор в цене он не упал, потому что он действительно очень-очень хорош. Смартфоны, которые я в него устанавливал, были совершенно разнообразные. От 5-дюймовых до 6 с копейками дюймов на тот момент, когда он у меня только появился. Тогда особо больших смартфонов не так много было. Mi Max 3 я в него устанавливал, и вроде как он с ним справлялся. То есть моторы не перегорели, все работает прекрасно. Сам стабилизатор весит 550 грамм. Это позволяет его использовать в многочасовой работе без проблем. То есть он не тяжелит руку, и как мне показалось, даже с достаточно большими тяжелыми смартфонами, пользоваться им достаточно комфортно. Где-то около 10-15, в зависимости от того, в каком режиме использовать стабилизатор, часов работы у меня выходило. Есть минус, это то, что у него не очень качественное приложение. Точнее оно классное, оно функциональное, но оно иногда с некоторыми смартфонами работает не очень корректно. Список поддерживаемых смартфонов, к сожалению, достаточно мал, но работает он в принципе со всеми смартфонами. Просто с некоторыми он может где-то показывать какие-то бзики, так я бы это назвал. Что в приложении мне не понравилось, это то, что оно плохо снимает видео, но как-то вот не очень хорошо снимает видео. Иногда это приложение расширяет возможности камеры. Например, некоторые смартфоны в приложении в основном не могут снимать 4К, а через это приложение это удавалось. И наоборот, некоторые смартфоны снимают Full HD 60 кадров, а в этом приложении от Zhiyuna они снимают только Full HD 30 кадров. То есть как оно работает, я так и не понял. Все подогнано четко, клавиши нажимаются отлично, он хорошо стабилизируется. То есть до того, как вы его включите, его нужно откалибровать, отстабилизировать, чтобы смартфон не заваливался. Все это прекрасно стабилизируется. Ну и конечно потом, в режиме, когда вы уже его запустите, он стабилизирует картинку ну просто отменно. Особенно если у вас уже есть хоть какая-то стабилизация, но желательно оптическая в смартфоне, например у вас Samsung, то на выходе вы получаете практически киношную картинку. Стабилизатор компактный, очень легко складывается. Это кнопка на курок, которая находится на задней части, которая многофункциональная. Она в принципе сделана очень качественно. У нее есть пупырышки, то есть даже летом в жару, когда пальцы мокрые, влажные, можно без проблем все нащупать и использовать стабилизатор в удовольствие. Все, что должно быть прорезиненным, все соприкосновения со смартфоном, это все прорезиненное. Это все сделано на высоченном уровне. Резьба металлическая, качественная. Также стабилизатор позволяет запитывать отдельно смартфон, но для этого нужно покупать специальный кабель, стоит он недешево. К стабилизатору есть дополнительные аксессуары, которые можно покупать, которые позволяют навешивать еще больше дополнительных аксессуаров, но так как это все-таки мобильное устройство, я не рекомендую вам сильно баловаться с этими возможностями, потому что все-таки потом вам будет тяжело использовать этот стаб. Это легкий стаб для быстрой съемки, для съемки без дополнительных аксессуаров, но если вдруг нужно расширить возможности, это всегда можно сделать. Стабилизатор хорошо обновляется, регулярно выходят обновления. Также мне понравилось, что у него есть несколько режимов работы, классический, который позволяет следовать за движением руки, потом блокировка по горизонтали, блокировка по вертикали и скоростной режим, в котором он будет очень быстро откликаться на повороты руки. Так называемый спортивный режим. Возможности по съемке всяких таймлапсов, гиперлаксов здесь огромное количество, есть светодиодная индикация. На самом деле этот стабилизатор, наверное, один из лучших за эти деньги, и лучше него только более новая, наверное, модель. Я, честно говоря, не следил, что там выпускает Zhiyun, может быть, даже DJI. Наверняка что-то лучше уже есть. Но на тот момент, когда я его покупал, это было почти два года назад, это был лучший стаб. И я уверен, что даже на данный момент его можно спокойно покупать, и вы будете им довольны, если не считать, конечно, приложение, которое, к сожалению, как обычно это у китайцев бывает, софт у них, как правило, страдает. К сожалению, не всегда корректно работает, вот о чем я говорил раньше. Но в приложении миллиард просто разных функций, поэтому каждый найдет что-то для себя полезное и интересное. Спасибо всем за внимание, хорошего настроения. Пишите ваши мысли в комментариях. Ссылки, где можно купить этот стаб недорого, будут в описании. Там живут ссылки на кэшбэк, чтобы сэкономить. Пока. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»